Намасте! Всем привет! Меня зовут Диана, и сегодняшний урок будет для тех, кто только начинает свой путь в йоге. Это будет практика очень плавная, размеренная и с подробными отстройками для тех, кто еще мало знаком с практикой или по каким-то причинам не делает интенсивную практику. Что ж, хотелось бы вам сказать, что практика йоги это не соревнование, поэтому всегда, когда вам нужно будет отдыхать, опускайтесь на колени в позу ребенка и отдыхайте, или отдыхайте в собаке мордой вниз. Обращайте внимание на свое дыхание. В йоге мы дышим через нос, спокойным глубоким дыханием, и если вам знакомо дыхание, например, по типу уджай, когда вы дышите с легким шипящим звуком, можете дышать так. Но старайтесь больше внимания именно направлять на свои ощущения в теле, потому что это гораздо важнее. И неважно, по каким причинам вы пришли на занятия. Вы хотите растяжку или хотите улучшить свое внутреннее самочувствие, или избавиться от боли в голове или в спине, или вы пришли за каким-то более тонким духовным опытом. Все, что вы ищете, вы обязательно найдете в практике, ведь самое главное – это заниматься. Для практики вам, возможно, понадобится один блок. Но если даже у вас нет блока, не расстраивайтесь. Сегодняшняя практика будет очень приятной, спокойной и комфортной. А сейчас я хочу, чтобы вы сели с прямой спиной. Расправьте ваши плечи и опустите ваши плечи вниз. Прикройте свои глаза и сделайте спокойный глубокий вдох через нос. И выдох через нос. Соберите ладони, знаки на мосты у груди, ладонь к ладоням. И, возможно, поставьте какое-то намерение на сегодняшнюю практику. Ну, возможно, пожелайте себе оставаться спокойным. Или пожелайте себе не требовать от себя слишком многого. Принимать себя такой, какая вы есть, или таким, какой вы есть. Просто чувствовать себя. Улыбнитесь себе. Поместите улыбку в ваше сердце. Сделайте еще один глубокий вдох. И спокойный выдох. Еще раз. Намасте. Сейчас опустите руки на ваши колени, и мы работаем с областью шеи. Мы опускаем голову вниз, а со вдохом поднимаем голову вверх. Очень мягкие, спокойные и плавные движения. На выдохе подбородок вниз, на вдохе голова вверх. Слишком не запрокидывайте шею, будьте внимательны. Молодцы и хорошо. Остановились в центре. Теперь повороты головы в правую и в левую сторону. Очень важно сначала размять немножко свое тело, почувствовать себя в своем теле. И главное найти связь вашего дыхания и движения. Хорошо. Давайте теперь поделаем наклоны вправо и влево. Все это время ваша спина остается прямой и ровной. Хорошо. Молодцы. Круговым движением головы расслабляем шею. В одну сторону и в другую сторону. Вы можете всегда оставаться пока с закрытыми глазами. Хорошо. Руки положите на ваши плечи. Четыре пальца впереди, один палец сзади. И круговыми движениями расправляем плечи. Хорошо. Отлично. Окей. И в другую сторону. Слегка округляйте верх спины. Молодцы. Хорошо. Вот видите, ничего сложного. Вдох. Руки вверх. Потянулись вверх. Выдыхаем. Опускаем руку вправо. Вытягиваемся в сторону. Молодцы. Хорошо. Вдох. Руки вверх. И выдох. В другую сторону. Очень мягко. Слишком глубоко не нужно наклоняться. Вдох. Руки вверх. Выдох. Мягкое скручивание. В одну сторону. Хорошо. Вдох. В центре. И выдох. Мягкое скручивание. В другую сторону. Хорошо. Вытянули руки вверх. Вдох. На выдохе руки уберите назад. Немножко толкните грудную клетку. Почувствуйте спину. Стягивайте лопатки вместе. Легкий прогиб. Хорошо. Молодцы. Руки на коленке. И круглая спина. Отлично. Вытягивайте ноги вперед. Немножко расслабляйте голеностоп. Покрутите стопами в одну сторону. В другую сторону. Отлично. Опускаем ладони вниз. И переводим себя в положение кошки. Посмотрите. Ваши ладони плотно стоят на коврике. Ладошки толкают словно коврик. И ваши ладони под плечами. А колени под бедрами. Посмотрите. 90 градусов угол. Хорошо. Сейчас мы будем работать за спиной. С вдохом прогибаетесь. Не нужно. Слишком сильно поднимайте голову. Если шея болит, не запрокидывайте голову. Выдыхайте. Округляйте спину. Смотрите на область пупка. Вдох. Снова прогнулись. Потянулись. Молодцы. И выдох. Круглая спина. Чувствуете свою спину. Еще вдох. Прогнулись. Грудь вверх. И выдох. Очень приятные, спокойные движения. Хорошо. А сейчас поставьте ваши пальцы, ног на коврик. И потихоньку мы поднимаем таз вверх. Это собака мордой вниз. Мы будем часто сталкиваться с этим положением. И пока переминайтесь ноги на ногу. Наступайте на невидимые педали. Сгибая поочередно то правую, то левую ногу. Ваши ладони стоят на ширине плеч. А стопы стоят на ширине таза. Вытягивайте спину. И животом тянитесь к вашим бедрам. Грудью тянитесь к коленям. Можно подсогнуть оба колена. И потянуться еще чуть больше. Приятное вытяжение в спине. Чувствуете? Хорошо. Сам вдохом посмотрите вперед. И подшагивайте вперед. Хорошо. Можно остаться с подсогнутыми ногами. Опустить голову вниз. Пошевелить головой вправо и влево. Руки свисают. Хорошо. Латвы. И потихоньку мы раскручиваемся. Поднимаемся вверх. Плечи вниз. Хорошо. Встаньте, пожалуйста, на начало ковриком. Мы с вами сделаем сурья намаскар в таком традиционном индийском стиле. Так, как практикуют сурья намаскар в Индии. Это приветствие солнцу. Вам нужно встать на начало коврика. Стопы вместе. Большие пальцы ног вместе. Расправляйте пальцы ваших ног. И словно укореняйтесь в коврик. Прикройте свои глаза. И руками, пальцами рук тянитесь вниз к коврику. Подтяните коленные чашечки вверх. Подтяните свои бедра, ягодицы. Живот подтяните. Расправьте вашу грудь и плечи опустите вниз. А макушкой вытягивайтесь вверх. Удлиняйте шею. Спокойное дыхание здесь. Просто наблюдайте за своим самочувствием и за своим состоянием. Почувствуйте, что вы стоите неподвижно. Постарайтесь не раскачиваться из стороны в сторону. Почувствуйте свой внутренний стержень. Опору на двух ногах. Это очень важно. И вот вы не двигаетесь, а энергия внутри вас уже движется. Улыбнитесь сами себе и соберите ладони в намасте о груди. Ладонь к ладоням. И с закрытыми глазами перед собой увидьте яркий желтый диск солнца. Почувствуйте тепло и энергию этого солнца. Мы с вами сделаем сурья намаскар. Если вы знаете, что у вас болит спина, сильно не прогибайте. И мы начинаем. Со вдохом открывайте глаза, тянитесь руками вверх, смотрите вверх. На выдохе, возможно, пока подсогните ноги в коленях, опустите голову вниз. Со вдохом правой ногой отшагните назад и правое колено опустите на коврик. Потянитесь руками вверх, посмотрите вверх. Это поза всадника или наездника. А на выдохе опустите ладони на коврик вниз. Отшагните назад, собака морда и вниз. Выдох. Потом опускайте колени, грудь и подбородок на коврик, а штанга намаскар. Восемь точек, таз у нас наверху. И на вдохе мы проползаем в кобру. Возможно, пока оставьте руки слегка подсогнутыми. Грудь вверх, вперед. А на выдохе собака морда и вниз снова. Вытягивайтесь с собаки морда и вниз. Дышите спокойно и глубоко. Хорошо. Возможно, пока переминаетесь ноги на ногу или стойте с пятками на полу. Даже если вы не касаетесь коврика пятками, ничего страшного. Главное – это ваши ощущения. Хорошо. Правой ногой сделайте шаг вперед. Левое колено опустите вниз на коврик. И руки поднимите вверх. Посмотрите вверх на ладони. Молодцы. Опускайте ладони на коврик вниз. И подшагивайте левой ногой к правой. Выдыхая, наклоняйтесь вниз. Если получается выпрямлять ноги, прекрасно. Если нет ноги, можно оставить подсогнутыми. И со вдохом мы вырастаем вверх. Собираем ладони вместе, тянемся вверх. А на выдохе возвращаем ладони в намасте, к центру груди. Еще один раз. Вдох. Потянулись вверх. А возможно, сделайте легкий прогиб. Выдыхайте, наклоняйтесь вперед и вниз. Возможно, сгибайте ноги в коленях, голову опускаете вниз. Хорошо. Теперь левой ногой отшагните назад. Колено левой ноги поставьте на коврик. Возможно, носочек левой ноги назад уберите. И поднимите руки вверх. Смотрите вверх. На ладони потяните пах. Хорошо. Молодцы. Опускайте ладони на коврик. Отшагните назад в собаку мордой вниз. Хорошо. Потяните здесь и опускайтесь. Коленки, грудь, подбородок на коврик. Локти прижимайте к груди. Таз у нас наверху. Хорошо. Молодцы. Вытягивайте носочки. И выползаем вверх. Возможно, кто-то может полностью выпрямить руки. Ну, или останьтесь с подсогнутыми. Тоже хорошо. Вдох. Поставьте пальцы ног на коврик. И собака мордой вниз. Снова здесь, возможно, переминайтесь ноги на ногу. Чувствуйте себя комфортно. Хорошо. Молодцы. И шагайте вперед левой ногой. Правое колено на полу. И носочек правой ноги, возможно, уберите назад. Поднимите руки вверх. Возможно, слегка прогнитесь. Посмотрите вверх. Потолок. Пах. Потяните. Хорошо. Опускайте ладони на коврик. И подшагивайте вперед. Стопы вместе. Возможно, прямые ноги. Возможно, обнимите себя за лодыжки. И потянитесь чуть глубже вниз. А сам духом, поднимаясь вверх, Может быть, сделайте прогиб, чтобы увидеть стены за спиной. И намасте. Еще один раз. Возможно, чуть быстрее. Вдох. Прогиб. Смотрим назад. Выдох. Наклон. Вперед и вниз. Вдох. Правая нога назад. Колено правой ноги на коврике. Прогиб. Поза всадника. Ашва санчаланасана. Выдох. Ладони на коврик. Отшаг назад. Молодцы. Собака мордой вниз. И следующий вдох. Коленки, грудь, подбородок на коврик. Аштанга на москар. Восемь точек. Вдох. Проплываем вперед и вверх кобра. Выдыхаем. Пальцы ног на коврик. Собака мордой вниз. Дышим. И шагаем вперед. Правой ногой. Левое колено на полу. Прогиб. Садник. Выдыхаете. Ладошки на коврик. Подшагнули вперед. Наклонились ноги прямые. И вдох. Потянулись вверх. Возможно, прогиб. Ладошки вновь остыть вместе. Давайте еще. Последний раз. Вдох. Прогиб. Молодцы. Чувствуем энергию внутри. Выдох. Вдох. Левая нога назад. От колена на коврик. Грудь вверх. Выдыхаем. Ладошки на коврик. От шага назад. Собака мордой вниз. Вдох. Колени, грудь, подбородок на коврик. Таз вверх. И прогиб. Кобра. Молодцы. Собака мордой вниз. Выдох. Шаг вперед. Вдох. Прогиб. Выдыхаете. Ладони на коврик. Молодцы. Чуть-чуть. Выдох. Наклон вниз. Наклонились. Потянулись. Вдох. Руки вверх. Возможно, прогиб. Стену за спиной. Вы пробуйте увидеть. И выдох. Намасте. Глаза закрыты. Можно руки опустить вниз. И постойте в этом положении с закрытыми глазами. Расправьте пальцем. Почувствуйте стабильность. Вновь осознайте. Почувствуйте энергию внутри. Послушайте свое сердцебиение. Постарайтесь его успокоить, если вдруг вы чувствуете, что сердечный ритм усилился. Возможно, успокоите свое дыхание. Мысленно улыбнитесь себе. Молодцы. Вы проделали отличную работу. Спокойный вдох. И выдох. И сейчас, чтобы успокоить всю энергию, которую мы наработали, мы сделаем с вами самый базовый баланс. Это поза дерева. Врикшасана. Сначала делаем сильной свою правую ногу. Сгибаем левое колено. Колено ровно в сторону. И ладони вместе. Намасте. Если вам тяжело поднимать пятку так высоко, вы можете опустить ее чуть ниже. Ну, где-то чуть выше колено. Или еще ниже. Примерно в области кроножной мышцы. Но в самом колено, пожалуйста, не давите, потому что это может быть опасно. Вы можете даже опустить носочек правой ноги на коврик, а пятку упереть в свою ногу. Главное, сохраняйте баланс. Возможно, руки вытяните вверх. Так еще сложнее. Но не закрывайте ваших глаз. Ваш взгляд направлен точно вперед. Зацепитесь взглядом за какую-нибудь точку. Дышите спокойно. Мы дышим через нос. Вспоминайте. Хорошо. Вы можете поиграть со своими руками. Например, вытянуть руки в стороны. Так даже легче сохранять баланс. Хорошо. Молодцы. Отлично. Опускайте руки. Опускайте ногу. Встряхните ногами. Особенно той ногой, которая была опорная. Расслабьте ее. Хорошо. Теперь нужно поменять сторону. В йоге мы все делаем сначала на одну, на другую сторону. Потом, чтобы сохранить баланс. Найдите то положение, которое удобно для вас сегодня. Глаз не закрывайте. Взглядом зацепитесь за какую-нибудь точку неподвижную. И старайтесь соединиться взглядом с этой точкой. А мысленно, возможно, представляете себя каким-нибудь деревом. Красивым, стройным, сильным. Если хотите, руками потянитесь вверх, словно тянетесь к солнцу, к небу. Хорошо. Или руки расправьте в сторону, как будто крона дерева. Молодцы. Хорошо. Вы можете всегда пофантазировать немножко. Хорошо. Опускайте руки вниз. И выдох. Опустите ногу. Встряхните снова ногами. Окей. Отшагните правой ногой назад. Согните ногу в колени. И разверните свой таз вперед. Это поза воина номер один. Это очень сильная энергетическая поза. Смотрите, ваши тазовые кости смотрят вперед. Как будто две фары светят вперед. И мы поднимаем руки вверх. Смотрим вверх. Если вам тяжело, вы пятку можете пока поднять вверх. Посмотрите вверх на ладони. Или смотрите вперед, если тяжело. И дышите здесь глубоко. Дышим. Один. Молодцы. Два. Можно пятку опустить у кого получается. Три. Отлично. Стоим еще. Ногу сгибайте чуть больше. Четыре. Хорошо. И пять. Теперь мы разводим руки по сторонам. Вытягиваем руку вперед. И смотрим вперед на ладони. Грудь у нас расправляется. Таз раскрывается. И мы вытягиваемся. Чувствуем силу внутри. Угу. Уже чувствуете? Ноги начинают, да? Ощущаться. Хорошо. Значит, все работает. Четыре. Молодцы. И пять. Выпрямляйте ногу. Возвращайте ноги в центр. Руки на талию. Немножко большие пальцы ног вовнутрь поставьте. Хорошо. Почувствуйте силу ног. Укрепите бедра. Подтяните колени вверх. Руки поставьте на талию. Вдох. И на выдохе наклонитесь вперед. Руками потянитесь вперед. Вытягивайтесь. Дышите. Три. Четыре. И пять. Опускайте ладони вниз. Если вы не достаете до коврика, ничего страшного. Можно поставить пальцы рук. Или поставить руки чуть дальше вперед. Хорошо. Дышите спокойно. Здесь старайтесь ноги не сгибать. Если вы чувствуете, что тянет задняя поверхность ног, подколенные сухожилия, это нормально. Скоро вы привыкнете. Хорошо. Только правую ладошку оставьте на коврике. Возможно, ближе к вашим стопам или чуть дальше. И вытягивайте левую руку вверх. Хорошо. Отлично. Вдох. Ладони вниз. Меняем стороны. В другую сторону. Таз прямой. Проверьте. Хорошо. Отлично. Ладошки вниз на коврик. И мы разворачиваем. Поднимаемся вверх. Разворачиваемся в другую сторону. Снова сгибаем ногу в колени. Садимся поглубже, чтобы чувствовать работу в тазобедренных суставах. Доворачиваем таз вперед, как будто чуть-чуть закрываем его. Если хотите, можете поднять пятку вверх. Руки мы поднимаем вверх. Ваши ладони могут быть параллельны друг к другу. Но если у вас получается, соберите ладошки вместе, посмотрите вверх. Мы стоим на сильной ноге. Дышим. Три. Хорошо. Молодцы. Четыре. Отлично. И пять. Если ваша пятка была в воздухе, опустите ее вниз. Немножко раскройте таз, разверните таз. И руки вытяните по сторонам. Центр грудной клетки тоже расправляйте. Смотрите вперед, улыбайтесь. Дышите. Три. Хорошо. Четыре. Молодцы. Прекрасно. Чуть глубже можно сесть. И пять. Вдох. Отличная работа. И выдох. Собираем ноги чуть ближе. Хорошо. Возможно, встряхните ногами, кому нужно. Теперь мы носочки разводим в сторону, пятки чуть-чуть вовнутрь. Ладони вместе. И мы медленно опускаемся вниз. Хорошо. Вдох. Поднимаемся вверх. Чувствуем бедра. Выдох. Опускаемся вниз. И еще раз. Вдох. Медленно поднимайтесь вверх. Выдох. Потихоньку садимся. Можно ноги пошире поставить. Поза богини. Мы стоим здесь всего три дыхания. Три долгих, глубоких дыхания. Дышим. Чуть-чуть осталось еще. Один. Два. Молодцы. И три. Опускаем ладошки на коврик. Собираем ноги чуть ближе друг к другу. И опускаем таз вниз. Поза гирлянды или маласана. Локти разводите в сторону, грудь вытягиваете вперед. И мы дышим здесь. Можно закрыть даже глаза. Хорошо. Почувствовали свой таз? Ноги. Заработали, да? Хорошо. Молодцы. И потихоньку мы садимся. Садимся и обнимаем себя за коленки. Немножко опустите голову вниз. Расслабьтесь. Вам нужно восстановиться. Спокойное дыхание. Хорошо. Молодцы. Вдох. Вытягивайтесь вперед. И выдыхая, вытягиваем ноги. Ровная спина. Поставьте ладони на коврик. Носочки натяните на себя. Грудь вперед. Это несложное положение, но оно очень важное. Дышим. Запоминаем ровную линию спины. Колени подтяните. Живот подтяните. Расправьте грудь. И подбородок опуская вниз, подтягивайте горло. Дышите. Хорошо. Поставьте руки на колени ладошками вверх. И поднимайте руки вверх. Хорошо. Я развернусь так, чтобы вам было видно. Носочки мы натягиваем все время на себя. А ладони мы заворачиваем назад. Так, чтобы локти смотрели вперед. Хорошо. Дышим. Это несложно, но очень эффективно. Все время закручивайте ладошки еще больше назад. Это помогает даже укрепить мышцы и кожу на руках. Хорошо. Очень полезно. Молодцы. И выдыхаем. Тянемся вперед. Смотрите. Если вы дотягиваетесь до своих стоп, прекрасно. Если нет, ничего страшного. Можете взять себя за лодыжки. Или там, где достаете. И наша задача сейчас не наклониться вниз, а вытянуться вверх. Тянемся вверх. Грудь вперед. Проверяйте. Смотрите. У меня спина прямая. То есть мы не хотим наклониться. Мы хотим, наоборот, вытянуть спину. Носочки все еще тяните на себя. И грудь вперед. А ягодицы как будто назад хотите увести. Дышим здесь. Чуть-чуть еще. Три. Молодцы. Четыре. Хорошо. И пять. А теперь можете расслабиться и отдохнуть. Насколько получается опуститься вниз. И если у вас не получается опуститься полностью вниз, вы можете взять блок, поставить блок и опустить, например, лоб на свой блок, чтобы просто расслабить спину. Вы всегда можете менять высоту своего блока. Например, так. Расслабьтесь немножко. В этом наклоне. Дышите. Три. Хорошо. Четыре. Хорошо. И пять. Вдох. Потихоньку поднимайтесь. Убирайте блок. И собирайте ноги в бабочку. Хорошо. Это такое очень важное, базовое положение. Бабочка. Стопы вместе. На санскрите называется Бадха Канасана. Можно стопы раскрыть, если у вас получается. Если нет, просто берите себя за пальцы и грудь вытягивайте вперед. Давайте поделаем несколько таких пружинящих движений. Очень мягких. Не забывайте улыбаться. Хорошо. Хорошо. Можете даже закрыть глаза. И если у вас получается, наклоняйтесь вперед, вниз. Если пока вам это недоступно, вы всегда можете остаться в этом положении и просто тянуть мысленно колени вниз. Мысленно. Не нужно специально давить на свои колени. Просто почувствуйте энергию в ваших нижних чакрах. Энергия снизу поднимается вверх. Можно прикрыть глаза. Просто чувствуйте. Молодцы. Отлично. Обычно практика йоги у нас состоит из постстоя, пост на баланс, постсидя на раскрытие тазобедренных суставов, на расслабление. Это прогибы, перевернутые асаны и, конечно, шавасаны. Поэтому сейчас мы с вами перейдем к прогибам. Сейчас мы не будем делать глубокие мосты и глубокие прогибы. А пока мы только, собирая ноги вместе, аккуратно, очень медленно руки вперед укладываем позвонок за позвонком на коврик. Очень медленно. Очень медленно. Ну, давайте останемся здесь, плечи наверху. Немножко укрепим свой пресс. Чувствуете? Хорошо. Чуть-чуть еще здесь. Три. Четыре. Улыбайтесь. И пять. Окей. Опускаемся на коврик вниз. И сейчас вы вновь можете воспользоваться вашим блоком. Взять свой блок и положить блок под поясницу. Например, вот таким образом. Ну, длинным краем вдоль позвоночника под поясницу. Это уже очень хорошая подготовка к прогибам. Если у вас нет такого блока, вы можете взять, ну, какой-нибудь валик, например, или еще что-то. Можете, например, даже лечь на фитбол, если у вас есть фитбол. Если никаких приспособлений нет, ничего страшного. Вы можете руки собрать в замок под ягодицами и выталкивать таз вверх. Проверьте, что ваши стопы параллельны. Лобковая кость стремится вверх в потолок. Ноги сильные. Грудь мы тоже тянем вверх. Если вы хотите, вы можете поддержать свой таз руками. Ладошки, как чаша по бокам. Также вы можете взять себя за лодыжки. Это достаточно интенсивно. Хорошо. Стоим здесь еще чуть-чуть. Продолжайте работать. Не просто висим, да, а все время толкаем таз вверх. Ягодицы тоже сильные. Бедра сильные. Еще чуть-чуть. Три. Молодцы. Четыре. И пять. Отлично. Потихоньку упустили таз. Подтянули колени к груди. Покачайтесь вправо, влево, вперед, назад. Отлично. Отлично. И во время периода менструального цикла мы не делаем перевернутых астан. Но если менструального цикла у вас нет, и вам комфортно, вы можете просто поднять ноги вверх. Или, если вы можете, вы можете поднять полностью таз вверх в свечку. Поддерживайте себя руками, вытягивайтесь вверх, носочки тяните вверх. Не обязательно подниматься слишком высоко. Вы также можете воспользоваться, например, поддержкой стены и возле стенки. Приближая таз ближе к стене, ну, у меня вот здесь кровать, например. Мы ложимся тазом к стене, ногами упираемся в стенку и поднимаем таз. Потом одну ногу и вторую ногу. Хорошо. Вы всегда можете поиграть с ногами, например, собрать ноги снова в бабочку. Или раскрыть их в сторону. Или ногу на ногу. Очень много разных вариантов. Главное, чтобы ваш таз находился выше, чем ваша голова. Можете убрать ноги назад. Это халасана, поза плуга. Перевернутые асаны очень хорошо влияют на наше самочувствие. Они словно восстанавливают энергию, поднимают энергию. Дают нам силы, бодрость, молодость. Хорошо. Постепенно позвонок за позвонком мы опускаем таз обратно на коврик. Хорошо. Отлично. И сейчас мы завершим с вами легкими скруточками. Ложимся на коврик. Руки в стороны разведите. Вытяните ноги вверх, согнутые в коленях. И колени уберите в правую сторону взгляд, в левую сторону. Левое плечо должно лежать на полу. Чувствуем легкое скручивание. Если вы хотите углубить свою скрутку, положите ногу на ногу и так скрутитесь. Хорошо. Вдох. В центре. Выдох. Меняем перекрест в ногах. Или просто ноги вместе, колени вместе. И снова скрутка. Теперь в другую сторону. Молодцы. Подышите в этом положении. Почувствуйте свою спину. Вдох. Возвращайтесь в центр. Обнимите себя за коленки. Покачайтесь из стороны в сторону. Хорошо. Вперед-назад. Можете покачаться, чтобы расслабить спину. Угу. Прекрасно. И ложимся на спину. Вытягиваем ноги. Руки по сторонам. И это очень важное положение называется шавасама. Шавасама переводится как поза трупа. Но не пугайтесь. Вы заслужили отдых. Если нужно, сделайте вход в шавасану. Например, поднимите руки, ноги, встряхните ногами. И бросьте их. Или, возможно, например, потянитесь руками вверх. Руки в кулаках. Носочки потяните от себя. Руки вверх над головой. Все тело сильное, сильное, сильное. И выдыхая, бросьте руки, бросьте ноги. Расслабьтесь. Спокойное, глубокое дыхание. Вы чувствуете, как расслабляются ваши ноги, стопы. Чувствуете, как расслабляются ваши колени, бедра. Расслабьте мышцы промежности, гениталий, область таза. Расслабьте вашу спину, позвоночник, позвонок за позвонком. Ладони, пальцы на руках. Все расслаблено. Расслабляйте вашу шею и голову. Расслабляйте мимические мышцы вашего лица. Вы полностью расслаблены. Ваше дыхание становится спокойным, глубоким и практически незаметным. Наслаждайтесь своим отдыхом, расслаблением. Вы можете находиться в шавасане до 10 минут. Если в вашей комнате прохладно, вы можете укрыться одеялом, пледом или положить под голову подушку. А когда будете готовы, постепенно, через сторону, переворачиваясь на бок, мы садимся в удобное положение со скрещенными ногами. Пока еще не открывайте ваши глаза, глаза закрыты. Сделайте спокойный вдох-выдох, пошевелите головой вправо и влево, пошевелите плечами. И соберите ладони в знаке намасте о груди. Мысленно улыбнитесь себе, поблагодарите свое тело за практику. Поблагодарите учителей Геоги за подаренные нам знания и за то, что мы сейчас, сегодня можем практиковать эту прекрасную практику. Пожелайте себе здоровья и счастья. Пожелайте здоровья и счастья вашим родным и близким людям. Пусть все живые существа на этой планете будут счастливы. Ом, шанти, 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 хи. Ом, мир, мир, мир. Мир внутри нас, мир вокруг нас и мир во всей вселенной. Мысленно улыбнитесь себе, поместите эту улыбку в ваше сердце и растирайте ладошки между собой до ощущения тепла. Теплыми ладошками коснитесь ваших глаз и умывающим движением пройдите по вашему лицу, по голове и откройте глаза с улыбкой. Спасибо вам большое за практику. Намасте. Продолжайте заниматься и добро пожаловать в мир йоги. Продолжайте.